Вы с разных регионов, да, со всей России? Да, со всей России. Вот вы откуда? В Московской области. Учусь в колледже в городе Раменское. Точнее, я его закончил уже с отличием, с красным дипломом. Вы профессии какая? По профессии я родник-рочек, а представляю компетенцию в мобильной роботехниках. А вот вы на этих середине что конкретно делали, в чем заключался? У нас была задача собрать робота, чтобы он осуществлял сборку заказа. То есть как бы он обслуживает склад, определенную аптеку. То есть мы собираем робота, и он без участия человека ездит по складу и собирает заказы, и выдает их уже заказчику. Справились? Я знаю, что в отдельных дисциплинах вы с медалью приехали, да? Да, шесть дисциплин. Маша, вы, да? Маша из Красноярска. Да, я из Устанцова Мария, я приехала из самого восточного округа, который участвует в WorldSkills России, из Красноярского края, из сердца Сибири, можно так сказать, из Красноярска. Я представляю компетенцию в ресторанный сервис. И в этой компетенции мы взяли медаль за мастерство. То есть мы выступили выше среднего. А вот в чем заключалось соревнование? Потому что конкретно что? Моя компетенция включает в себя четыре профессии, такие как бариста, бармен, семиле и официант непосредственно. И все четыре дня они были разбиты именно на эти профессии. И даже в одном дне нас делили на две части. И мы могли в один день представлять официанта, а в другой день бариста. То есть очень такие варительные. Про Симилии расскажите по подругам. Кто еще? Можно? Я хотел затронуть тему, которая про движение WorldSkills. Но после того, как мы приехали в чемпионат мира, по поводу продвижения WorldSkills. Мы после приезда с чемпионата мира как уже молодые специалисты. И, допустим, у меня в планах открыть какие-то центры, где будут приезжать с разных городов, с разных стран, ну, как в дальнейшем уже, на обучение к нам в Россию уже другие специалисты, которые, чтобы повышать, как квалификацию и поднимать свой уровень. Ну, чтобы такие центры у нас развивались. И также там будет и Junior Skills, и оборудование, все, которое необходимо. Ну, у нас у многих компетенций, ведь не хватало, допустим, какого-то оборудования, либо это, чтобы в этих центрах именно были оборудования, все. А вы сами где учились? Я обучаюсь в Новосибирскном колледже парикмейкерского искусства. А первый раз принимали участие в этих соревнованиях, да? Ну, именно WorldSkills принимал участие где-то, может, раза два. Такой масштабы это первый раз. Вообще в WorldSkills только единожды можно интернешнл. А правилам? Этим напомнился. И больше нельзя. Ага, понятно. Невозможно сделать профессиональную команду, которая будет постоянно побеждать. Каждый раз это новое участие. Ну, значит, нам нужно подготовить профессионального, который победит огня. Все из нас готовы к свой опыт соревнований, но так как мы его не можем каким-то образом приложить снова в соревнованиях в участие, мы готовы его передавать дальше. И Игорь поэтому говорит об этих центрах, где мы будем. Понятно. Да, это актуально в каждой компетенции, так как у других ребят точно так же несколько профессий объединены в одну компетенцию. Очень важно в одном центре устроить обучение именно по всему спектру тех действий, которые мы представляем, и по тем стандартам, которым мы работаем. Я надеюсь, что с учетом того, что мы у нас будем проводить в 2019 году, это международное переменство, мы в рамках этого подготовки отработаем и всю национальную систему подготовки по всем направлениям, которые там представлены. И мы готовы. Спасибо вам, ребята, и всего самого доброго, успехов. Спасибо вам. Спасибо, Владимир. А можно фотографировать? Так, мы же так идем. А еще разрешите включить на маленький дизайн? Да. Одну из «Стасс Россия». Это наш официальный значок? Да. Если позволите, я могу на ней с вами. Мы очень ждем вас на следующем национальном. Спасибо большое. Вот это, кстати, обязательно нужно сделать, если коллеги это узнают, а именно проводить. Я немножко волнуюсь, простите. Наладить систему национальных, региональных соревнованиях. Мы с коллегами с профессором об этом говорили. Мы так и будем делать. Здорово. Спасибо вам за поддержку. Также важно, чтобы движение «Волт Скилз» было узнаваемо во всей стране. У нас сейчас нас многие не знают. И даже когда телевизор показывают, немногие узнают. А потом еще заповы. Сейчас ситуация улучшится.